привет друзья приветствую всех кто зашел ко мне на канал сегодня вместе с вам приготовлен нереально вкусный нежный тыквенный суп суп тура он получается невероятно вкусный красивый а при тем как начать пожалуйста подпишитесь на мой канал подписывайтесь на мой facebook делитесь друзьями и давайте готовить конечно в ролях у нас тыква я уже почистила приготовила понадобится морковь и лук и картофель уже сказал что у нас в ролях тыква у меня вот такая тык очень тяжелую такая большая круглая не знаю как называется сорт но он такой вкусный вкус напоминает дыню просто можно так нарезать тонкими кусочками кушать мы кушаем я и дочка нам очень нравится я не знаю может называется сорт мускатный он сладкий и очень очень вкусно тыкву уберу и начинаем готовить первым делом должны все нарезать мелко все буду нарезать и выкладывать кастрюлю зажарку делать не будем все будем варить сразу и вместе нарезаю тыкву в первую очередь сказал что этот софт тыквы немного плотные он очень вкусно буду нарезать не на слишком мелкие и не на крупные кусочки на такие все равно все превратится в перо покажу очень вкусно напишите если знаете как называется сорт тыквы так брать и кушать и полезно и очень-очень вкусно нарезаю тыкву если вы еще не пробовали тыкву в супах предлагаю это очень вкусно у меня на канале есть суп тыквенный с чечевицей ребята это невероятно вкусный суп если ваши домашние не кушают тыкву я скажу вам небольшую хитрость не говорите что в нем есть тыква они даже не поймет поймут это тыква или картофель или что-то но скажут что это очень вкусно ссылку поставлю под видео чечевичный чечевичный суп с тыквой повторюсь что это невероятно вкусно я очень люблю тыкву уже много лет сажаем и выпечка есть у меня на канале приготовлю скоро и булочки с тыквы очень полезный продукт нет слова все тыкву нарезала и так продолжаем нарезать все продукты морковь тоже буду нарезать крупно такие кубики и чего слишком мельчить не надо хочу поблагодарить всех кто подписывается на мой канал подписывается и поддерживает мой канал большое большое вам спасибо картофель лук тоже нарежу и продолжим нарезала весь картофель картофель тоже добавляю лук добавляла я готовлю много это очень вкусно мои домашние очень любят добавляю воду слишком много сразу воды не добавляете после закипания посмотрим надо добавить этот суп я вообще вообще готовлю с мясом вот так как сегодня не успела приготовить мясо я всегда замораживаю вот такие бульоны готовлю много мяса варю потом бульон и замораживаю остальное мясо использую в этот момент небольшим количеством бульонов жирное у меня было это говядина не свинина бульон от свинины не замораживаем и свинину в супах не кушай и ставлю на огонь поставила на огонь закрываю как можно возможно в крышкой но перед этим добавлю кусочек масла добавляю буквально 40 грамм масла зажарку не делала здесь мясо у меня жирно вместе хватит и закрывает крышкой пускай начинает закипать как закипит посмотрим если воды мало да тогда добавлю слишком много воды не надо потому что у нас суп тура ребята суп у нас закипел собираем вот эту небольшую пенку это наверное от бульона и от картофеля тоже всю пенку собрала добавляю соль но не забываю здесь у меня мясной бульон он тоже довольно таки соленый пробую на соль и варим до готовности это приблизительно плюс-минус полчаса картофель тыква сварил если картофель тыква сварились они варятся вместе в одно и то же время значит наш суп готов ребята прошло 35 минут суп наш сварился все хорошо приготовилась и картофель тыква и морковь на этот момент суп добавляю сыр плавленый мой сыр остался на столе в кухонном кухонном столе и совсем стал поистине плавленным это на любителя мне нравится вкус сыра в этом супе добавляю черный перец убираю с огня чтобы хорошо перебить блендером берем покружной блендер и все хорошенько измельчаем чтобы получилась однородная такая кремовая масса ребята перемешиваем взбиваем в течение нескольких минут чтобы все хорошенько измельчилось и получилась однородная масса смотрите какая хорошая красивая однородная масса у нас получилось слишком много воды не добавлять на этот момент суп добавляю немного сливки приблизительно 200 миллилитров у меня сливки 10 процентов жирности все еще раз перебиваем блендером перемешиваем ребята наш суп закипел перемешиваю выключаю конфорку и наш суп готов можно подавать вот такой красивый как солнышко яркий суп в итоге у нас получился суп подаем с чесноком я в отдельности добавляю может кому-то не понравится чеснок добавляю чеснок хлеб который готовила я сама сухарики и немного свежей зелени вот такая красота и вкуснота у нас получается смотрите какая красота чеснок перемешивается чтобы вкус размешался и пробуем вкусно и нежно плавленый сыр добавляю тогда когда есть но скажу что очень вкусно с половиной сыра приятный вкус чеснока это нереально вкусно очень вкусно ребята готовьте для своих я уверена что те кто не любит тыкву все тоже полюбит это вкусно это нежно и и очень полезный суп пока вам понравилось пожалуйста поставьте лайк поддержите мой канал подписывайтесь на мой канал всем желаю крепкого здоровья и пока-пока-пока